Русский хоккей со шведским колоритом. Игроки уральского отрубника собираются силами. Впереди международный турнир в Юздали, второй за эту осень. Накануне наша команда завершила выступление в Сан-Викине, выйдя в четвертьчинал. Через силу, через не могу, ребята искали ходы, значит, варианты какие-то. В конце, значит, прошла очень хорошая комбинация на скорости. В исполнении двух Ширяев Дима прошел середину, отдал Паш Максиму Ширяеву, Максиму вернул в одно касание. И Дима вышел один в один и забивает гол. Так прокомментировал игру со шведским Болносом спортивный директор Трубника. Наши хоккеисты тогда уступили 1-3, не успев восстановить силы. Четвертьфинальный матч с той же командой был более интригующим, но победа вновь оказалась за шведами 2-1. Позже им достался и Кубок Мира. Однако выступление уральского Трубника на турнире наставники назвали хорошим. Ведь бороться за выход из группы пришлось самыми сильными соперниками. Вероятно, не хватило мастерства, а может быть и просто везение, рассуждают игроки. Я бы не сказал, что как-то намного сложнее играть со шведскими командами. Те же игроки, та же клюшка, тот же мяч. Бьют, да, бьют сильно. Но ребята у нас с командой, мы играли от обороны, ребята подставлялись, не давали бить, вовремя загоняли. Так что я не скажу, что было много моментов у шведских игроков.